ВИЧ-инфекция уже не является для рыбничан экзотикой. На учёте у врача-инфекциониста состоят порядка 400 больных. Многие из них получают бесплатное лечение и живут обычной жизнью. Однако общество не всегда дружелюбно воспринимает таких людей. Скажите, если бы вы узнали, что рядом с вами работает или учится ВИЧ-инфицированный, как бы вы отнеслись к этому человеку? В принципе, всё нормально. Я знаю, как он передаётся, что это за болезнь, потому что многие люди думают, что это вплоть до того, что передаётся через воздух. Отрицательно, конечно. Почему? Ну, не знаю. Опасно? Отворачиваться от этих людей нельзя. Мы такие же люди, как и они, и никто не знает, кто болен из нас или нет. С опасением, конечно же. Такой же самый человек. Я бы как-то постарался бы ему помочь, но не отвергался бы от него. Рыбничанин Иван узнал, что такое дискриминация, когда заболела ВИЧ-инфекцией, его жена. Она лежала в больнице. Отношение медсёстр было жестокое, пренебрежительное. Она уже, когда лежала в больнице, говорит, я сама, говорит, хочу уже умереть, потому что невыносимо. Другая проблема в этой семье. После смерти матери здорового сына не пускали в детский сад. Заведующая попросила забрать его с садика, так как родители других детей были против, узнав о том, что его мать умерла и болела она ВИЧ-инфекцией, попросили его перевезти ребенка. Согласились его принять в соседний садик, хотя справки были, что ребенок не заражен, ребенок здоров. Сейчас сыну Ивана 11 лет, но проблема не ушла. Официально отца у мальчика нет. Столкнувшись с этими проблемами, я не нашел ничего другого выхода, как сделать опекунство на бабушку. И дальше он пошел по жизни уже в другой садик, в школу он пошел уже как сирота. Скажите, а вы общаетесь со своим сыном? Ну, конечно, общаюсь. По мнению педагогов, подобные ситуации происходят из-за отсутствия знаний о путях передачи ВИЧ-инфекции. То, что произошло с этим ребенком, это, скорее всего, неинформированность и невоспитанность тех детей, которые его окружают, тех людей, тех родителей, узнавших вот об этой проблеме. Даже если и будет такой ребенок у нас в школе, и мы будем об этом знать, что у него родители ВИЧ-инфицированы, а ребенок вполне здоров, то школа будет стараться проводить работу так, чтобы этого ребенка никак не коснулась вот та проблема, о которой вы говорите. История Ивана и его сына – не единственная в городе. ВИЧ-инфицированные по-прежнему чувствуют себя белыми воронами. В основном, как правило, сталкиваются с дискриминацией в медицинских учреждениях. Может быть, это все-таки еще старые вот эти понятия, что СПИД – это чума 20 века, что СПИДом болеют только люди, которые ведут какой-то плохой образ жизни. И бывают такие случаи, когда выходят и говорят человеку, ты СПИДОЗная. В детских садах также пока еще дискриминируют малышей, родившихся от ВИЧ-инфицированной матери. Родители отказывались приводить детей. И тогда врач-эпидемиолог, наш сын Нико Борис Александрович, пришел в детский сад, провел лекцию, объяснил мамам, что дети абсолютно безопасны. Нет ни единого случая вообще по статистике в мире передачи ВИЧ-инфекции от ребенка к ребенку. Во-вторых, ребенок был неинфицирован. И этот ребенок постепенно убеждениями добились того, что он посещает все-таки этот детский сад, в который он ходил раньше. ВИЧ-положительные чаще всего становятся изгоями в обществе не только из-за нетерпимости окружающих, но и от отсутствия в государстве закона о недискриминации.